Гособвинители и представители мэрии в областном суде рассматривают дело прокуратуру против компании Шилдом. Строители арендовали землю на предмостовой площади под автостоянку, а затем вбили сваи под высотку. В прокуратуре уверяют, публичные слушания чиновники не проводили. На рассмотрении в Саратовском областном суде на сегодняшний момент находится заявление прокуратуры области об оспаривании решения Саратовской городской думы в феврале 2014 года, в котором земельный участок переведен из категории, связанных с обслуживанием объектов транспорта, к категории многоэтажной жилой застройки. Без проведения публичных слушаний, как этого требует градостроительный кодекс. В компании Шилдом уверены, что стройка на предмостовой идет в полном соответствии с законом. Однако комментировать ситуацию отказываются. Несмотря на многочисленные обращения, работы на участке не прекращаются. Появлялась информация, что всего домов будет три. Старые жилища в округе уже опустили. Земли, по словам бывших владельцев, выкупили бизнесмены. Ближайший детский сад и школы за мостом через Глебычев-Овраг. Строить новые объекты не планируют. Больше 40 тысяч человек обслуживаются и в единственной на всю округу поликлиники. После возведения элитного дома население прибавится. Ученые из технической университеты и вовсе говорят об угрозе обвала. На подобных участках строить нельзя, а небоскребы возводят на краю Глебычев-Оврага. По словам общественников, и властям, и прокурорам нужно прекратить судиться, а бизнесменам заплатить реальную стоимость за земли в районе предмостовой. Город получал какие-то копейки за аренду. И с этого, и с других участков. И поэтому самый идеальный вариант – это странам договориться, прийти к рыночной оценке этого участка и в мировом порядке оплатить деньги в бюджет города. А из этих денег можно решить проблему уже и дольщиков, и кучу других городских вопросов. У нас есть основания полагать, что данный документ не является действительным документом. Всего по данным областной прокуратуры в судах рассматривают два дела в отношении застройщика – в областном и арбитражном. Очередной процесс уже через неделю, пока стороны так и не договорились. Видимо, точку в этом споре поставит только суд. Роман Базан, Роман Шельдяев, Саратов, 24 Роман Шельдяев, Саратов, 24